Перевел и озвучил Владимир Гильдия Что мне нравится в PvP? Мне нравится проявлять творческий подход. Это очень горячая тема в сообществе. Честно говоря, я лично нахожу PvP довольно тревожным, вызывающим беспокойство. Я думаю, что основная причина, по которой я играю в PvP, это соревновательная сторона. Люди пытаются встретиться с вами, дает вам большую возможность становиться лучше с каждой игрой. Мне нравится тихо снимать в игре ножом людей, которые ты знаешь. Люди начинают бросать в виде гранаты по углам, а я становлюсь дерзким в забавной форме. Некоторые люди хотят, чтобы Star Citizen был чисто PvP игрой, а некоторые хотели бы PvE игрой. И что делает Star Citizen уникальным, так это то, что PvE и PvP всегда сочетаются друг с другом. Поскольку это игра с открытым миром, она добавляет новый уровень сложности вашим миссиям. Если ваша миссия состоит в том, чтобы убить какого-нибудь NPC, взять какой-нибудь груз, блестяще, это и есть миссия. Но с элементами других игроков, все намного интереснее. Вы прибываете туда, и они выполняют ту же миссию, вы решаете помочь друг другу, вы забираете в середине миссии груз, а люди, которых вы знаете, взрывают ваш корабль. И это тот элемент неожиданностей, который помогает сохранить все немножко более динамично. PvP действительно важен для нас, потому что мы можем узнать от игроков, какие стратегии они используют. Игроки всегда будут использовать оружие так, как не планировали дизайнеры. PvP – отличный испытательный полигон для разработки нового оружия, новых идей для оружия, новых гаджетов и всего прочего, особенно по мере того, как ИИ с Токситизом становится все более и более продвинутым. В PvE игроки начнут видеть преимущества, которые, как вы знаете, мы добавили при тестировании в PvP. Вероятно важно, что есть области, где вы сможете больше сосредоточиться на PvE, где есть немного более безопасное пространство, которое может быть системой, которая более тщательно патрулируется и контролируется, такие как Терра, и в отличие от системы, которая полностью беззаконна, как Пайра со Стэнтоном, и вы находитесь где-то посреди всего этого. Большое присутствие полиции, своего рода система законности, не позволяющая игрокам попасть в PvP, действительно может создать те области, где игрок может сосредоточиться на PvE в гораздо большей степени. Для некоторых из наиболее прибыльных возможностей, вам, вероятно, придется отправиться в более опасную область, и эти опасные области, вероятно, будут зоной PvP или ее частью. Игрок против игрока. Это всегда будет рассинхрон частоты кадров и прочие баги, но пока инженерные команды, отвечающие за решение проблем, ведут постоянную борьбу с ними. Мы не собираемся прекращать разработку контента для поддержки этого стиля игрового процесса. Одним из примеров этого является сценарий с пиратами «Девять хвостов». Игроки могут принять контракт ввод службы безопасности и отправиться зачищать конкретную цель. Но, чего они не знают, так это то, что пираты могут также нанять игроков, чтобы предотвратить устранение цели. Это неопределенно сделает сценарий, и то, что в нем может произойти, намного более интересным для игроков. Первым большим знакомством с PvP в постоянной вселенной была миссия, связанная с Jump Town, которая никогда не была задумана, как сценарий чисто в PvP. Мы начали получать разочарованное сообщение о том, что возникла огромная ошибка, заключающаяся в том, что на одном из пунктов продажи наркотиков товары продаются слишком дешево. Это стало тесным местом для игроков, и поскольку это было тесное место, игроки решили бороться за него. Мы закончили тем, что сидели там, храняли локацию чужаков. Да, это разрушало экономику, но это выглядело очень весело. Мы не могли действовать немедленно. Но вам лучше поверить, что мы записали весь геймплей, который происходил в локации Jump Town. Так что развитие Jump Town тоже только начинается. Мы постараемся максимально воссоздать исходный опыт. Во-первых, очевидно, что мы не можем позволить ПВП разрушить экономику. Чтобы справиться с этим, мероприятие продлится всего несколько часов, но в течение этого времени оно будет сверхприбыльным. Так что мы, будем надеяться, все еще сможем привлечь людей для этого ограниченного ивента. Другая важная вещь – убедиться, что люди знают о мероприятии. Поэтому мы собираемся сообщать об этом в игре. Будь то общий чат или, что более вероятно, миссия, которая позволит людям узнать, куда они смогут полететь и что для этого нужно. В настоящее время нет планов по добавлению зон конфликтов или каких-либо огромных игровых элементов. Если вы хотите создать группировку, чтобы справиться с миссией по кражу вещей и потом продать их в другом месте – отлично. Если вы хотите превратить группировку в какую-то корпорацию со своей репутацией и рангами – отлично. Мы надеемся поддержать любой новый стиль игры для подобных ивентов. Таким образом, мы не хотим отдавать предпочтение ПВП на ПВЕ или наоборот, просто потому, что люди приходят в игру для разных целей, а мы просто позволяем игрокам делать то, что они хотят делать. Мы не собираемся ограничивать что-либо, но мы также собираемся учитывать обе стороны медали. С группировкой 9 хвостов, которая является отдельной фракцией в игре, локация Jump Town будет первой ПВП-зоной, за которую будут бороться большое количество самостоятельных команд, создающих свой собственный стиль ПВП. Далее зоной ПВП будет грядущая система Пайра, которая станет абсолютным беззаконным адом. У людей, которым интересен этот контент, должно появиться много отличных возможностей для игры в ПВП, и, надеюсь, они будут интересными, веселыми и достаточно доступными, чтобы даже те из вас, кто обычно не идет этим путем, испытают соблазн попробовать ПВП. По мере того, как игровые системы и технологии Star Citizen продолжают развиваться, мы можем продолжать реализовывать обещания бесшовного слияния игрового процесса, ПВП и ПВП, которое стало возможным благодаря постоянно растущей системе урона и различным уровням безопасности, разрозненных звездных систем, от Тера до Пайра, и все системы, подобные Стэнтону, между ними. Динамически изменяющиеся события, такие как сопротивление пиратам из Девять Хвостов и Джамптаун 2, объединяются, чтобы построить постоянную песочницу во вселенной, которая обеспечивает защиту от одних проблем для других, но возможности есть для всех. Теперь понимая, что обещания не ограничиваются только обновлениями постоянной вселенной, также ведутся работы над обновлением Арена Команда. Давайте же сейчас поговорим с командой разработчиков, чтобы узнать, какие изменения произойдут в этом игровом режиме в предыдущей альфа-версии Тинн-15. Мы довольно долго работали с ЦИК, переделывая все, что вы видите на карте Арена Команда, состоящей из умирающей звезды и разрушенной луны. Мы учли желание сообщества, которое просило намного большего пространства для игроков, в значительной степени сделав эти карты в 10 раз больше. Мы также думаем над добавлением навигации, пытаться дать игроку какой-то способ навигации, чтобы он смог посмотреть на карте, куда летит. Игровое пространство будет разделено на три части, например, разрушенная луна, область, которая намного больше заполнена астероидами, область, которая намного более открыта, и область, в которой есть визуальный эффект, например, умирающая звезда. Это те места, в которые вы сможете полететь. И идея заключалась в том, чтобы дать игроку три разных сценария боя на одной карте, но которые будут располагаться в трех разных ее областях. Центральную станцию посередине, область, которая намного больше похожа на темное сгруппированное пространство, секция, которая почти полностью находится в газовом облаке, и что-то вроде больших, гораздо более внушительных астероидов с небольшими кусками, разбитыми вокруг, чтобы люди могли летать туда и обратно. Что действительно круто, добавляет уровень сложности. Я думаю, вы могли бы сказать, что можете попытаться перехитрить своих противников, летая сквозь облака, сделать все, чтобы они проиграли. Умирающая звезда, как вы знаете, это карта отдельного игрового модуля Арена Команда. Это дополнительный электронный доступ и, следовательно, не репрезентативен для одной из игр, потому что это игра внутри игры. Мы еще не представили систему Пайра в основной вселенной. Пока она всего лишь как отдельная карта, но это означает увеличение разнообразия космических цветов, насыщенности оттенка. У нас также есть новые объемные газовые облака, добавленные на карту. Все это является продолжением художественного направления, основанного на исходных концепт-артах. Идея с разрушенной Луной заключалась в том, что у вас будет этот прекрасный вид на разрушенную планету, и вы поймете, что разрушение было преднамеренным, и теперь мы можем это реализовать. Карты Arena Commander находятся в настоящее время еще в разработке, но мы перешли в следующую стадию, используя новые инструменты, новую технологию, которая намного ближе к исходным концепт-артам. После завершения, я думаю, люди будут действительно наслаждаться новым опытом, который мы предоставим. Итак, что мы узнали на этой неделе? Мы узнали, что новая динамическая система событий предназначена не только для крупномасштабных PvP-столкновений, но также может использоваться, чтобы помочь смешать непредсказуемые PvP-возможности в постоянной вселенной. В грядущем Jump Town 2.0 PvP-тестирование может оказать чрезвычайно благоприятное влияние на разработку оружия для PvE-броней и сражений. И эти старые локации Arena Commander, такие как Умирающая Звезда и Разрушенная Луна, получат совсем немного внимания в грядущей Альфа 3.15. Теперь не забывайте, что мы на пути к CitizenCon 9 октября, и конкурс косплеев возвращается. Зайдите на сайт, чтобы узнать больше, и берегите себя. С вами был Джаред Хакаби. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok